Февраль медленно, но уверенно, подходит к концу. 15 число, две недельки, и будет весна. Та самая весна, которую мы все так долго ждем. Планы мои не сбылись. Я планировал, что уже в конце февраля буду фидерить. Но что-то тут синоптики опять пугают нас метелями, снегами и прочей фигней, которая как бы не даст планам сбыться. Поэтому опять берлога, опять студия. И на сей раз, как вы видите, на столе у нас кормушки. Металлические кормушки. То есть, в планах моих сегодня рассказать вам о том, какие кормушки я буду юзать в нынешнем сезоне 23-го года, какие буду юзать вообще. Что у меня тут накопилось, чем я пользовался до этого, какие плюсы, минусы, ну и там и прочие моменты, которые я считаю актуальным, важным вам донести и рассказать. Всем привет, всех рад приветствовать на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, ни для кого не секрет, что именно металл является самым популярным типом кормушек, в принципе, у фидеристов. Они относительно просты в изготовлении, они стоят недорого, можно сделать множество различных конфигураций, размеров, весов, форм. Поэтому металл это есть основной инструмент фидериста, как на стоячих водоемах, так и на речном течении. Какие есть у металла плюсы по сравнению с пластиком? Ну, это полетные характеристики, во-первых. То есть, при прочих равных, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, как бы, самовнушение, какие-то другие моменты. Но при прочих равных металл летит лучше пластика на средней-дальней дистанции. То есть, если не брать в расчет какие-то кормушки узкоспециализированные, типа window, пластиковые, то металлические кормушки при прочих равных, при одинаковом размере, форме, весе будут лететь дальше, точнее и позволяют лучше пробивать ветер. И ловить в не совсем удобных и комфортных условиях. Поэтому металл, как бы, в этом плане более выигрышный. Во-вторых, металл отличается более, скажем так, уверенными тонущими характеристиками. Да, при одинаковом размере, весе, металл тонет быстрее, тонет точнее, тонет эффективнее. Поэтому при ловле на средних-больших глубинах металлические кормушки, опять-таки, в фаворе. Особенно это важно, когда есть течение какое-то, подмывает, сносит оснастку. Есть большое количество мелкой рыбы в ярусе, которую надо пробить, чтобы она не заметила крючок с насадкой. То есть, быстренько опустить ко дну. И, если надо, точно и очень аккуратно кормить. То есть, при таком раскладе я предпочту металлические кормушки. То есть, они более, скажем так, более уверены в своем поведении, в своих полетных характеристиках, в своих тонущих характеристиках. Единственный минус – это, наверное, всплываемость. То есть, при прочих равных, то есть, если брать аналогичные кормушки металлические пластика, вот, например, две дзюзы металлическую пластиковую, то есть, пластик будет всплывать лучше. Это важно, если вы ловите где-то на закоряженном, захламенном дне, ловите вблизи бровки, где-то там на ракушке. То есть, когда есть такие нюансы с обрезами поводка, есть нюансы с зацепами постоянными. То есть, там лучше использовать пластик. В остальном же я рыбалку практически всегда фидерную начинаю именно с металлических кормушек. То есть, если уже случается что-то такое, что не позволяет мне пользоваться в полной мере металл, перехожу на пластик и там уже экспериментирую с размерами, с весами и с конфигурацией кормушек и тому подобными моментами. Ну и, конечно же, немаловажный момент заключается в том, что металл – это более дешевые кормушки по сравнению с аналогичным пластиком. Даже если брать в расчет кормушки недорогие, хендмейт, мастеров самоделкиных, то металлические кормушки будут существенно дешевле, чем кормушки пластиковые. То есть, это важно, потому что все-таки деньги мы все зарабатываем, никого дома печатного станка нет. Поэтому, как бы, важна цена, играет роль. А с учетом того, что кормушка – это все-таки расходник, и за одну рыбалку, бывает, ты отсадишь от добрых 5, а то и 10 штук можешь отсадить, если там какое-то дно очень жесткое, то, как бы, дорогие кормушки отсаживать – это больно, да, как бюджета. Поэтому, как бы, эта причина также имеет место быть. Так, с универсальностью, с положительными моментами, в некоторой степени с отрицательными моментами разобрались. Теперь давайте посмотрим, что я, в принципе, юзал до этого, буду юзал в 2023 году, и, соответственно, на чем я вхожу в новый сезон. Как вы видите, у меня тут одна кучка – это, скажем так, по несколько вариантов различных моделей, то есть различных форм-факторов. Остальной же багаж металла у меня вот в этой концептовской емкости хранится. То есть, изначально, как я и делал в прошлом ролике про пластиковые кормушки, разделю их все на несколько условных категорий. Сразу скажу, здесь каких-то специфических моделей, типа, там, кормушек для парыша, либо кормушек Windows, да, как было с пластиком, здесь не будет. Здесь все более стандартно, банально и просто. И момент номер два – я не касаюсь, сознательно не касаюсь кормушек для речной рыбалки, потому что там есть нюансы конструкции, особенности весов, особенности габаритов, которые надо отдельно рассказывать. И это такая очень достаточно объемная тема, которая требует отдельного ролика. То есть, тут больше что-то о таком универсальном. Стоячка, слабое течение, где-то водохранилище, вот такое вот все. То бишь, наша любимая Вилейка, наше любимое Минское море и прочие водоемы, на которых мы чаще всего ловим. Поехали. Начнем мы с чего? Начнем мы, наверное, с классических кормушек корзин. Того самого форм-фактора, который, в принципе, рыболовы в пластиковых кормушках потихоньку-потихоньку отвергают. То есть, переходят на дзюзы, переходят на пули и классику почему-то постепенно забывают. Но это не есть хорошо, потому что классические вот такие корзины – это очень классный вариант для ловли на стоячих водоемах. Их просто наполняют двумя пальцами, их достаточно неплохо забрасываются, отличаются хорошими полетными характеристиками. В случае вот с этой концептовской кормушкой здесь еще и достаточно высокая кормоемкость. То есть, если надо небольшой вес и большое количество корма подавать куда-то в точку, то есть, такая кормушка, она на пять клеток, но такая очень вместительная. То есть, очень быстро позволяет раскармливать точку. Особенно если ты ловишь где-то, например, на небольшой глубине, не надо плюхать большое количество раз большими закормочными кормушками. Вот такая вот моделька прекрасно подходит для рыбалки на стоячих водоемах. Это 40 грамм модель, у меня есть еще здесь и более тяжелая. То есть, по аналогии с ней могу показать вот такую модельку, это уже 50 грамм, но она поменьше, это уже 4 клетки и, соответственно, кормоемкость меньше. Эта кормушка уже полетит дальше за счет меньшего размера и за счет большего веса. То есть, такая моделька для дистанции до 50, наверное, метров. Плюс, как и в той кормушке, здесь есть такие импровизированные грунтозацепы с нижней стороны, что также в теории позволяют держать лучше дно за счет этих шипиков. То есть, она вгрызается в дно и, соответственно, где-то если течение слабое либо среднее, позволяет более уверенно себя чувствовать. Я не думаю, что какая-то сверхэффективность у них будет, но грамм здесь 15 веса, я думаю, что сэкономить в принципе можно. То есть, ловить с этой кормушкой 50-граммовой будет комфортно там, где классическая с ровным плоским грузилом кормушка будет лежать грамм 60-65. То есть, такая вот моделька тоже универсальная и тоже прекрасно подходит под стоячку и под слабое течение. Это вот небольшой размер. Дальше, 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 дальше. Вот такого же плана кормушка, однако с плоским дном. Ну, это 40 грамм, такой достаточно высокий грузик, будет уверенно держать дно. Это больше про стоячку, про небольшие какие-то водоемы, ловлю платвы, ловлю подлещика с небольшой глубиной. То есть, потому что 40 грамм, как ни крутя, тонуть будет достаточно медленно. То есть, если метр там 3 и больше глубина, то это будет как бы не очень комфортно такими кормушками ловить. Плюс течение будет где-то сносить. 40 грамм это все-таки не про то, не про течение разговора. Но вот как под стоячку, под такая вот типа около универсальная модель, она, я думаю, что зайдет очень неплохо. Вот. Здесь же я покажу что-то подобное к среднему течению подходящее, а также к течению, скажем так, околосильному. Но это, скажем так, из разряда исключений. То есть, вот такая концептовская моделька у меня появилась в арсенале. Новинка, да, в моем арсенале. Может быть, в каталоге фидер-концепта она и достаточно давно. Но у меня она, скажем так, появилась только сейчас. То есть, в чем ее отличие от вот этой клетки или от этой клетки, которую я вам показывал. Во-первых, вес 70. 70 у меня есть, ну, 70 граммового, а есть еще и большего веса. То есть, а во-вторых, это форм-фактор грузила. Вот, как вы видите, те же самые грунтозацепы 6 штук. То есть, 3 пары зубов. Но здесь крайние вот эти зубы, они более ярко выраженные, более высокие. То есть, это как вот кормушки вампиры раньше были такие популярные. То есть, два зуба, которые торчат дальше остальных. И, соответственно, они же будут первыми вырезаться где-то в грунт. Поэтому за счет этого, как бы, здесь еще больше улучшится ситуация с удержанием точки. То есть, позволит вот эта кормушка ловить с меньшим весом там, где удержалась бы кормушка большего веса, классическая, вот такая с плоским грузилом. То есть, я думаю, грамм 15-20 она сэкономит, позволит. То есть, особенно с учетом того, что она сама по себе относительно небольшая, такого компактного размера. То есть, не будет сноситься течением, не будет парусить. И будет за счет этих грунтозацепов грызаться в где-то песчаное дно. И, соответственно, держать неплохо точку. То есть, я думаю, что Неман какой-нибудь не на основной стремине. То есть, Вилья, Березина, где-то около того еще подобной реки. Эти кормушки зайдут. Может быть, не 70-граммовый, а может быть, больше 80-90-100. Но однозначно они на реке себя покажут. То есть, я еще про них расскажу, когда буду готовить ролик по речным кормушкам. Поэтому, такие кормушки у меня также поселятся в Арсеналь. Что у нас еще есть? Еще есть... Да ничего, походу, больше из такого, что касается кормушек именно... Ну, кормушек классической формы. То есть, с нижним грузом. Такая же есть модель с шипами. Но 80-грамм. Ну, как я сказал, уже есть еще и более тяжелая. То есть, это все вот... Вот они все такие околоодинаковые модельки. Это больше стоячка, слабое течение где-то. Универсальная, околоуниверсальная корзина. Из которых, в принципе, можно начинать рыбалку. Если там условия ловли не предъявляют каких-то сверхъестественных требований. Будь то там сильный ветер, будь то течение, будь то еще какая-то фигня, которая мешает ловить. Которую надо там как-то преодолевать. То есть, эти кормушки для таких около спокойных условий ловли. Так, вариант номер два. Вариант номер два, который я хотел бы показать. Конечно же, дюзы. У многих рыболовов именно металл ассоциируется с дюзами. Потому что, как бы, такие кормушки есть в большинстве своем универсальны. То есть, они позволяют им бросать далеко, бросать точно, держать точку, не мазать, тонут хорошо. Всплывают также неплохо за счет того, что вот этот дырень есть по центру. То есть, никакой там груз не мешает всплываемости. То есть, ну, с появлением дюз, я знаю, что многие рыболовы банально перешли на них, как бы, отказаясь от всех остальных типов. Ну, и, в принципе, относительно неплохо себя чувствуют. Я не могу сказать, что где-то какие-то там на мелких глубинах, когда ловишь, надо там деликатненько, аккуратненько заходить на точку. Либо же где-то еще. Они позволяют эффективно себя чувствовать. Но, в принципе, не хуже и не лучше, скажем так. Добрый, крепкий середняк. По дюзам у меня, в принципе, тут так же. Все достаточно стабильно и стандартно. Таких концептовских дюз я закупил с коромыслом. Вот, кстати, обратите внимание, что большинство моих дюз у меня с лесочным вот таким коромыслом. То есть, будь то вот эти концептовские дюзы такого плана, будь то вот эти дюзы большего размера, то есть, с еще большим коромыслом, вот такие здоровые достаточно. Будь то еще вот такие дюзы Евгения Райко. Они за счет этого коромысла гораздо лучше всплывают. То есть, больше вот этот шарнир получается. И намного усиливается, улучшается всплываемость. Ну и плюс такое, скажем так, свободное крепление, оно менее способствует где-то зацепам на каменистом. То есть, кормушка более подвижна и лучше выходит из таких трудных зацепистых мест. То есть, конечно, если лухой зацеп, то ни такую, ни такую не достанешь быстро. Однако, где-то в таких более-менее сносных условиях, именно эта вот конструкция с лесочным плечом позволяет себя увереннее чувствовать. То есть, ну и на полетных характеристиках также сказывается достаточно положительно. Нету жесткого рычага, то есть, все это как бы дело достаточно такое гибкое, пластичное, подвижное и, соответственно, летит лучше. То есть, вот, по дзузам у меня, как я сказал уже, есть из штамповки такие концептовские, а есть из сетки. То есть, в чем отличие? Сеточные дзузы отдают лучше корм за счет того, что перегородки более тонкие. Эти штамповки чуть-чуть похуже. Однако, они же лучше себя показывают, если, например, где-то на дистанции большой, на большой глубине есть много мелочи. Когда надо, чтобы кормушка быстро тонула и не пылила. То есть, за счет того, что кормоотдача похуже, то есть, она не так же похуже пылит в ярусе. И, соответственно, более точно, более деликатно позволяет опускаться на дно и более так локально, компактно ловить. Не привлекая внимания мелочи. То есть, имеются такие и такие кормушки. То есть, тут уже, по ходу, убираешь. Сказать, что как-то глобально отличается в плане вот этой вот кормодачи, я не могу. Однако, есть все же разница между ними. Они же есть у меня и вот в таком исполнении, плюс еще побольше. Это уже стакан закормочный. 60 грамм. Околоречной, скажем так. Такой где-то надо, если кидать далеко. Если большая глубина, чтобы быстрее тонуло и не махать. Вот такой, например, какой-нибудь небольшой кормушкой или вот такой. То есть, сравните даже кормоемкость, насколько она больше. То есть, стартовый закорм с помощью вот этой кормушки делалось гораздо эффективнее. 10-15 таких кормушек и, соответственно, с крупной фракцией, с мотылем, с опарышем и поляна накрыта. И потом уже спокойненько переходим на маленькую дюску и кладем точно, аккуратно и ловим без шума и пыли. Так, что еще могу показать? Могу показать вот такую интересную кормушку от Евгения Райко. Опять-таки, я ее не обкатал еще, но надеюсь, что дойдут руки в этом сезоне. То есть, смотрите, какой интересной формы груз. То есть, это вроде бы и дюза, а вроде бы и не дюза. То есть, груз у нас кольцеобразный и, соответственно, отлит таким образом, что переходит еще на боковую стенку. То есть, полу вот такая кормушка, а полу дюза. То есть, за счет этого она не склонна к такой максимальной устойчивости на нижнем торце. И, соответственно, завалить ее гораздо проще за счет грузила. То есть, в плане полетных характеристик она близка к дюзе. Однако, в плане вот этого расположения грузила, то есть, она может спокойно отдавать корм с двух торцов. То есть, такая достаточно универсальная прикольная кормушка. Ну, обкатаю ее, расскажу где-нибудь в социалках или же на ютубе ролик сниму. Я думаю, что, в принципе, она также будет весьма неплохо себя показывать где-то вот на стоячих водоемах, где-то на слабом сечении. То есть, такая вот 60-граммовая дюзка у меня есть. Не помню, откуда она мне то ли Дима Коволь подарил, то ли откуда еще. То есть, ну, вот такой вот, короче, интересный экземпляр. Вот. Так. С дюзами разобрались. Тут, в принципе, также особо нечего рассказывать. Потому что, ну, все более-менее околостандартно. А вот что нестандартно, так это кормушки пули. Пули бывают разные. И в основном отличаются они конструкцией грузила. Во-первых, это, конечно же, хотелось показать престоновские пули. По-моему, с английской с Настей они ко мне приехали. Вот такие кормушки. То есть, престон большой и престон маленький. То есть, вот они. Два варианта, две разновидности. Соответственно, это для дальних рубежей, для больших глубин. Но когда надо рыбу хорошо кормить, это если рыба капризно-пассивна, надо бесшумно заходить на точку. Ну, летят хорошо, всплывают посредственно, потому что все-таки пули, да. И также за счет вот этого срезанного, скошенного торца не есть хорошая всплываемость. Ну, течением давит на него. То есть, за счет этого похуже всплывают. Ну, а так, в целом, типичный представитель класса кормушек пуль. То есть, есть у меня они в арсенале. И, в принципе, пользуются достаточно часто, когда вот в водохранилище. Дальний заброс, большая глубина, но нет бровки. То есть, когда не мешает рельеф дна ловить и поднимать рыбу, поднимать оснастку на поверхность. То есть, такие достаточно хорошие, неплохие кормушки. Вариант номер два, который я уже показывал на канале, показывал в роликах, показывал на фото. Это кормушки от Фидер Концепт, так называемые клыки. Клоу. Вот такая форма. То есть, чем-то она напоминает вот эту дзюзу. Однако, ну, разница заключается в том, что здесь кольцевое грузило на торце, а здесь вынесенные, как кормушки, пули. В остальном же конструкция схожа. Также перетекает грузило на боковую грань. И, соответственно, она заваливается гораздо эффективнее. То есть, в чем прикол этой кормушки? Летят они очень хорошо. Я уже заметил, попробовал, обкатал. Полетные характеристики на высоте практически ничем не уступают вот этим классическим пулем. Во-вторых, за счет того, что здесь вот эта лыжа, да, водный поток огибает ее, она всплывает лучше намного, чем обычные пули. И, в-третьих, за счет того, что здесь есть выемка, можно спокойно подсунуть палец, да, и когда набиваешь, набивать как обыкновенную кормушку вот такого форм-фактора, то есть, двумя пальцами. Это намного быстрее и удобнее, потому что вот такую кормушку набить двумя пальцами не получится. То есть, здесь приходится набивать все-таки одним пальцем. То есть, наполнять и набивать. То есть, ну, это менее удобно, менее практично. Особенно, когда делаешь пробки там из животины, из ароматики, из жидкой ароматики. То есть, здесь это делать проще. Двумя пальцами набил, сдавил, и все хорошо. То есть, это такие кормушки-клыки, 40-60 грамм. У меня в арсенале присутствуют постоянно, особенно, когда на стоячку еду. То есть, ну, регулярно ловлю ими. Классные кормушки обкатал их уже. Второй или третий сезон они у меня будут. То есть, неплохо себя зарекомендовали. Кормушки-пули еще одной конструкции. Выглядят вот так. То есть, классическая такая дробина здоровая. На двух лапках. И кормушка имеет вот такую форму. Здесь также можно подсунуть палец, набивать удобно. И, в принципе, летят они хорошо. Однако, конкретно вот у этих моделей. Ну, у этих и у сопоставимых похожих. То есть, у таких моделей. Я заметил, заметил один существенный минус. Вот эта тонкая проволока очень быстро отгнивает. То есть, грузило ты теряешь. Либо вместе со стыком вот тут на стыке самой проволоки корзины. Либо же вместе с стыком проволоки грузило. То есть, оно отламывает. Просто отламывается грузило где-то там во время рыбалки. И, соответственно, остается только одна пустая корзинка на снасти у тебя. То есть, без грузила. Вот. То есть, это такой, ну, как бы один из существенных недостатков. Ржавеет и отваливается. То есть, поэтому в остальном же кормушки неплохие. За счет груза вот этого компактного лица очень хорошо. Всплывают также неплохо. Ну, то есть, имеют право на жизнь. Очень даже себе вполне. Ну, и, конечно же, конечно же, пули сербские. И пули аналогично сербским. То есть, ну, как бы прямым, скажем так, видом сербских кормушек я их назвать не могу. Однако, что-то похожее они из себя представляют. Вот так вот выглядят. Ромбовидное такое трехугольное грузило. За счет которого полетные характеристики очень-очень неплохие. Лесят далеко точно. И всплывает очень неплохо. То есть, ну, по крайней мере, по сравнению вот с этим вот с Престоном, у которого грань такая скошенная, тупая. Здесь же за счет того, что огибает водный поток от грузила с разных сторон, мы имеем возможность очень даже неплохо забрасывать. То есть, как по мне, эти кормушки есть оптимальный вариант для самых дальних рубежей. То есть, 50-60-70 грамм можно ловить спокойно на 70 метрах вообще не париться. Ну, там, конечно, вкладываться в заброс придется, но, тем не менее, это, пожалуй, один из немногих вариантов кормушек, которые позволят чувствовать себя уверенно на больших дистанциях. Вот. Ну, они же, в принципе, выглядят похожим вот на это образом, только здесь уже груз мы видим не ромбовидный, а круглый. То есть, ну, как бы вариаций большое количество этих кормушек, однако, ну, как бы суть их практически везде сопоставима. То есть, скошенный ромбовидный груз, и, соответственно, за счет этого летит хорошо, за счет этого всплывает хорошо. Здесь же мы видим отличие также. Тут коромысло из лески, здесь же у нас проволочное ухо. То есть, ну, как бы я предпочитаю лесочные коромысла, они всплывают лучше. То есть, это уже на практике замечено. Какие-то такие три основные вида металлических кормушек, которые, в принципе, у меня будут в этом сезоне юзаться. Что касается веса, то мы подбираем все сугубо под конкретную ситуацию. То есть, где-то может понадобиться что-то небольшое, компактное, деликатное. Например, вот такая вот пулька весом 20 грамм. Да, вот это мини-мини такой наперсточек под пикер, что-то под очень легенькое, деликатное. Где-то, например, в темпе плотвичку ловить, либо же где-то на меляке на карасика заходить. То есть, абсолютно на маленькой глубине под камышек бросать, чтобы не шуметь, не плюхать, не надоедать рыбе, не настораживать ее. То есть, аналогичные кормушки, в принципе, есть пикерные и из классических таких моделей. И также из дюзах тоже небольшие есть. Поэтому, как бы, ну, тут уже все условно. Ну, а что касается конкретно цифр веса, надо держать разные веса. То есть, такие вот 20-граммовые малышки, они не всегда востребованы. Ну, штучки 3, я думаю, что в арсенале 4 должно быть всегда сводить в коробке, либо в платформе. Основные веса под дюзом у меня 30-40-50 грамм. Как бы, это рабочие модели, которые практически универсальны. Где-то на мелких и средних глубинах нормально ловить ими. На водохранилищах, то есть, до 50 метров. Где-то единственное, что может быть, если очень большая глубина, то дольше тонут, как бы, в этом плане может быть дискомфорт. Тогда приходится ставить что-то потяжелее. По классике, по классике, в принципе, то же самое. Тут у меня 40 грамм. Ну, это 40-50-60, наверное, я бы так обозвал. То есть, 60 – это уже где-то ближе к течению слабому среднему. 40-50 – это больше стоячие водоемы. И, кстати, чем больше размер корзины, тем выше парусность. И, соответственно, тем под более лайтовые условия ловли они предназначены. Даже как бы и без, если абстрагироваться от веса грузила, то даже 60-граммовая такая кормушка, например, большим размером корзины, она будет тонуть достаточно так медленно за счет парусности. Поэтому это больше вариант под небольшие глубины. То есть, чтобы не ловить где-то там ниже потечения основной точки кормленной. То есть, нам при любом случае придется пользоваться что-то более компактное. Компактное либо лучше тонущее. То есть, дюзы, либо же пули. Ну, а что же касается пуль. Пули – это инструмент под дальнобой, поэтому малых весов у меня практически нет. Есть тут парочка кормушек таких, 40 грамм, например, которые я буду пользоваться где-то в ветреную погоду, но на небольшой дистанции, чтобы не швырять сильно тяжелыми кормушками. Основной же рабочий вес по кормушкам пулям – 50, 60, 70, 80 грамм. То есть, тут все подбирается под конкретные условия. Потому что 50-60 периодически в сильный ветер даже бывает и мало. Приходится ставить, пускай даже там и небольшая дистанция, там 40-50 метров, приходится ловить и 70-граммовыми кормушками нередко, потому что, чтобы уверенно пробивать в клипсу, уверенно класть ровненько кормушку в точку, и чтобы не выдувало вот эту самую неприятную дугу, которая мешает ловить. То есть, чтобы не выбирать по 2, по 3, по 4 метра лески вот этого запаса, который выдул ветер. То есть, за счет большего веса, там на 10, на 20 грамм, чем требуется в идеальных условиях. Такие кормушки позволяют уверенно контактироваться с Настей, соответственно, делать более точные забросы и работать уверенно в клипсу без каких-либо помех и тому подобных моментов. Вот. В общем, как-то так. По поводу ручных кормушек, как я уже сказал, наверное, запишем отдельный ролик. По ставячке, в принципе, как-то так. Я думаю, что этого набора, показанного сегодня вот в кадре, я думаю, что хватит процентов 95, наверное, ситуации. То есть, 5% мы спишем на какие-то сверх, какие-то естественные условия ловли, которым не подступиться. Но, в принципе, вот этим можно перекрыть практически любой водоем. То есть, если вот это положить в сумку либо платформу и говорить о рыбалке на стоящих водоемах, то можно быть уверенным в том, что, по большому счету, ты можешь поехать и не испытать дискомфорта, трудностей практически везде. А вот. Как-то так. В общем, на этом, наверное, я буду завершаться, закругляться. Если остались вопросы, если что-то недорассказал, не объяснил, спрашивайте комменты, как всегда. Там подискутируем, пообщаемся. В принципе, перетрем по кормушкам. Было бы интересно услышать ваше мнение, чем вы ловите и чем вы кормите. Кроме этого, не забывайте подписываться на канал, подписываться на социалки. Там много интересного контента от меня, от ребят. То есть, от текстового отчета, всякие разные фотки. Прикольно. Как-то так. Ладно. Будем ждать весну, перебирать с Настей и всерьез готовиться к открытию. Всем не хвоста. Увидимся на водоемах и увидимся на ютубе. Всем пока.